Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Приступаем. Отчет за вчерашний день. Номер 73. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 22 февраля 2016 года. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II, записанная им в своем дневнике 2 марта 1917 года. в день отречения престола. Ну и говорят, это одно и то же, начинаете, сколько можно. Ничего, не нравится как-то, заткни пальцами уши. Многие даже не знали, что это его изречение. Знают, да, везде-везде обманывают, но вот оно откуда идет-то. Это так и было. Обмана, измена, трусость и обман. Вы думаете, у мусульмана, которого хамени, другого там сбрасывали, он мог сказать, измена, а сказать трусость он не мог. То есть у них поставлено по-другому. Японцы этого не могут сказать. У нас это свободно, трусость перед всеми. Вышестоящими, как бы ни сдвинули, везде какой-то выгоды. И священники друг перед другом боятся. Я вижу, как вот, прям сказал, ваш дрожжи, то я скажу, а меня сразу уберут. Свои же заедят. И они уже поняли это, и друг друга подкарауливают. За счет его по чужим костям подняться надо. Ну, за счет императора поднялись. А вот было всем, там, 1612-13 год, смутное время, Россия поднялась и сейчас поднимется. Нигде не написано, что она будет бесконечно подниматься. В лекарство помогло, но два-три раза, но в конце концов-то я умру. Хоть залей лекарство. Дети врачи, хорошие. Он умирает. Фамилия его Ульянов. На букву В звать. Лично знакомый, хороший человек. Дети желают его оживить. Ну, знаете, как утюгами этими дают. И жена, я звоню, она говорит, они делают его, говорит, всего. Говорит, изгибает, подбрасывает, а видно, что он мертв. Бились, бились. Я говорю, оставьте его. Труп перед вами. И ничего не сделаешь. Никакие грамоты, никто и Пирогов, и Федоров разбился, умер. Павел, все умирают. Все умирают. И надо с этим согласиться. Это данность. Так и здесь. Нам не изменить, чтобы по-другому было. Измена везде, и трусость везде, и обман. Но с этим надо бороться. В первую очередь своим поведением. Воспитывать детей. Новое поколение. Ну а дальше, что я нигде больше не бываю, вопросы ВКонтакте задают, а потом модераторы перекидывают. Вот считайте, я коротко показываю, где. Задавайте прямо на форум, приходите, прямо на форум. Ну и объявление, вот его прочитайте, чтобы вы помогли ролики разбить, кратко указать, где какая минута, секунда, о чем там говорится. Вот делает это Николай Николай и Михаил Кальмаев, вдвое пока это помогают делать. Прочитали это, ну дай я попробую. Возьми какую-то область такую. Ну там что-то, про детский лагерь. И вот еще написали, вот PDF, вот я вообще не знаю, видите сколько, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот на нашем сайте, я покажу сайт наш, вот он как выглядит. Здесь и проповеди, и книги, и видео есть. Что из этого? Вот говорят, что не открывается. Какие это сейчас телефоны или что едут, и они говорят, в вашем варианте не открываются. Сделайте, переведите на что просят. Ну дело сделано будет. А я передам модераторам и все. Вот, прочитайте еще раз. PDF, то-то другие. Дальше. Иванов, доброе утро. Спасибо, Господи, за вчерашний разговор. Ну это человек из Америки. Только что познакомились. Ну вот так. На него могут напасть теперь, которая за мной гоняется православная там, Дудиновщина. Ну попробуйте. Хоть один вам подскажет, что вы неправильно делаете. Хочу спросить вашего разрешения скачать книги на сайте и использовать информацию, которая в них содержится для проповеди Христа. Разрешаю и благословляю. Если возможно, хотел бы еще раз, хоть раз с вами поговорить на предмет организации в США настоящей христианской церкви. Видите-ка, с такими вопросами. Да разве с тем, которые за мной гоняются, все время, ну совсем там в Америке живет там Скоро Атовский, к нему-то никто не обратится. Я их называю кодло патриархийное. Патриархию тут, московскую, образовали Сталин с Берии. И они все оттуда усвоили. Доложить, сексотищать, нападать друг друга, пожирать. Ну к ним с таким вопросом кто обратится-то? Это же Господь побуждает. Первый раз пришел человек, уже вопросы какого масштаба ставит. Да. Дальше. У нас... Где он? У нас уже есть государственная регистрация. Это православная миссия имени Спиридона Тримефунского. Мы существуем уже год, пока идет работа над сайтом и очень много писанины. Мне очень созвучна ваша просветительская идея и ее изложение. С искренним уважением и братской любовью во Христе Василий. Это человек немец. Православный. В Америке. Видите сколько здесь наслаивается. И человек много претерпевший, сидевший в советских лагерях. И он старается там в Америке просвещать людей. А здесь свои рядом. В храме стоят, попы отслужил, переоделся, выскочил, все матушку под руку и побежали. Говорят, в театр или куда уж не знаю. Ответ можно брать все без искажения. То есть так, как есть. Не вовред. Анатолий Меншиков. Мир вам, Игнатий Тихонович. И братья Никита, Володя. Я как-то просил вас скинуть файл визиток, чтобы распечатать самому и раздавать, если это возможно. Отправьте, пожалуйста, если можно. Можно. На одном видео Виктор Андреевич посещал Сергея Козлова. Он передал ему молитвы, которые, как я понял, были распечатаны на листах А4. Возможно ли получить их? Я не знаю, про что ли я сговорит. Ничего. У меня нет этого. Поэтому выставить еще не могу. Ответ. Наши визитки для всех. Можно их у вас издавать и раздавать. Чем больше тираж, тем дешевле одна из них. Около 35 копеек за штуку. Показаны обе стороны визитки. Вторая визитка переиздана с дополнением о наших занятиях по скайпу, куда можно присоединиться из любой точки земного шара. Попутной и благочестивой одеждью мусульманок, чего и всем православным сестрам искренне желаю. Эти данные и цифры из моего мира. Идут ссылки. Дальше я посчитал, вот как на моем мире это выглядит. Вот посмотрите. Ну а что это за визитки-то? Это визитки имеют особое такое, сказать, происхождение. Помог очень сильно Сергей Козлов. Вот она как выглядит, посмотрите. Мы туда-сюда посылали, он какой крест делает, как написать. Парализованный. И как делает? Вот посмотрите, как выглядит. Вот его перегнуть, это с той стороны, с обратной, вот это. Вот какие во свете Библии там есть. Православный форум наш. Видеоканал. Страничка. Детский православный лагерь. Это вот отец Аким. Это вот Сергей Пупков. Вот как идет. Вон там Игорь Третьяков идет. Вот. Как крещение идет. Вот интересно. Ну много же, посмотрите, в интернете много фотографий, как крещение идет там у баптистов, у православных. И вот Игнатий Душеинов, игумен московского патриархата, он пишет маленькую брошюрку о крещении. И берет именно нашу вот эту вот, ну вот так он перегибает ее, и первая страница вот эта вот, где батюшка в воду спускается, а та на той стороне. Ну брошюрка, как она перегнутая, вот так вот, вот так вот и есть, больше ничего нет. Ну ее продают здесь в клочках Ребрихинского района, Антайского края. А священник люто ненавидит нас. Люто просто. Лживый, лживый. Ну как слуга дьявола настоящий. Игорь Чернодыров, или Чернодыров там. А кто-то ему подошел и говорит, в киоске продают церкви-то, так это же снимок-то из Потеряевки. А там написано, брошюра сдается по благосостоянию патриарха Алексея Второго, ну, патриарше издания, пропущенное по всем статьям. Ну ему только сказали, вот как быку красную веревку, он немедленно убрать. И все брошюрки куда-то сразу идут. То есть ненависть не имеет никаких границ. А почему, говорит, именно на вас так? Потому что Христос и дьявол. Они никогда не примирятся. Вот, пожалуйста, я показываю, какой. Ну посмотрел. А вот это второе дополнительное сделало Сергей. Вот как выглядит. Вот здесь дополнение еще. Ну посмотрите, сфотографируйте, закажите мне. Я вам в электронной версии это скину. Ну себя издавать. Нас просят прислать. Ну, просто это, знаете, мы издали тут. Вот последний раз 40 тысяч, кажется. Постоянно издаем, издаем. Легче у себя издать, чем дальше. Юрий Соболев. Полезный ролик. Страх лжесвидетелей. Вот именно лже-яговисты таковы всегда и везде. Спешащие, боящиеся, агрессивные. Отрекаясь от Христа, они полностью отдают себе во власть сатаны. И он и в их душах уже правит бал, как хочет. Видите как? Ну это, яговистка пришла, а разговор как раз и не получился. Вот. Я здесь вот хотел как раз показать фото, какое здесь было. Если слово мусульманка есть, нет? Нету. Нет, нету. Где-то оно у меня здесь было, я даже не знаю. А вот оно. Посмотрите, вот я попутно разослал. Ну посмотрите, какая красота. Ну неужели непонятно. Вот 19 сидит их. Как они одеты. Ну если бы раньше-то не было. Ну православная. Посмотрите на изображение Божьей Матери, Богородицы. Сидят у ручья. Ну посмотрите. Внимательно. Женщины, не стыдно как одеваетесь? Полураздетые, ходите. Едешь по Европе. Так, что? Наушники надо. Не-не-не, просто прыгнуть надо было. Мешает. Да. Ну вот, посмотрим, еще раз. Приблизь, поглядите в горах, ручей, какие они сидят. Красавицы. И вот вы восхваляете мусульманство. Ну не мусульманство, а то, что доброе у них есть. А почему это нельзя? Ты меня этим не испугаешь. Я мусульманин. Какой я мусульманин? Когда у нас убивать нельзя. Убивать-то нельзя. Ненависти нет. Анатолий Меншиков. А все, Игнатий Тихонович, на вопрос о молитвах вы ответили в ролике вопросов событий 19 февраля. Как обычно, я еще не задал вопрос, а он уже отвечен. Понятно. Все говорят, мы только думаем задать вопрос. Открываем сегодняшний ролик, и наши вопросы отвечены. В университете это было постоянно. А так как делает? Господь делает. Или будет отвечен в ближайшее время. Слава Христу. Надежды тишли. Миром Игнатий Тихонович, вопрос у меня о летописи настоящая история от создания мира до Мономаха и до Грозного и до Раскола, который собрал Герман Стерлигов. Он говорит, что эти летописи и священное писание самые настоящие, и по этой летописи учились дети царей. Книги его признают подлинными. Даже от президентского министерства культуры у него хвалебное письмо. Что вы об этом думаете? Можно ли читать эти летописи? Считать все можно. Все мне позволительно, Павел говорит, но не все полезно. Все мне позволительно, и что не должно обладать мной. Я все удивляюсь. Герман Стерлигов. Все спрашивают, Герман Стерлигов, Герман Стерлигов. Ну, в первую очередь, когда страна задыхали, распадалась, он один из первых сделался миллиардером. Ну, неужели непонятно, что хищник? Деньги так в один день богатеть этого не было. Богатели люди как? Работали. Купец отдавал сыну, тот увеличивал, три корабля покупал и так дальше. Но в один день проснуться и сказочно богатым, как Березовский говорил об этом, и еще теперь стариновать себя между собой. Какую-то Алису. Все это хитрость еврейская. А теперь дедушка у него там еврей был, бабушка еврейка была. Ну, да, видно по деньгам, он знает. Свою монету золотую уже решил делать. Но вовремя он сказнул, говорится, башку не отрубили. И теперь везде он показывает, как правильно жить. Булку испек он за 450 рублей. Он все знает. Все. И вот у него, раз, усадьба заколочена. Удрал уже в Карабахе. Что? У него готовили там убийц. Понимаете, сколько за этим скрыто? Библия переведена неправильно. То есть это разрушитель с большой буквы. Разрушитель. Церковь православная, вся она в ересь пала. Старобрядцы в ересь пали. Дорубежная ересь. Про католиков говорить не надо. Нигде нет, но есть где-то один епископ, который никому не называет. И он. Вот они двое. Ну, понятно, что тут прям, говорится, в полный рост дьявол встал. И вот он написал про Иван Грозный, там, Аномах. Ну, это правильно сказали. Да, взял. Он ничего тут не добавил-то. Что это дает вам? Ну, ты узнал, прочитал. Дальше что? Дальше идти в церковь. А в церкви-то нельзя. По Герману Церликову-то ничего нету. У него фамилия-то Стерлинг. Монетизация, говорит, у дедушки еще произошла, видно. Английский Стерлинг. Сама фамилия-то разве ни о чем не говорит? У него ничего нету в том плане, что было для спасения. Вообще ничего нету. Нуль. Огромный минус перед всем стоит. Ну, Библии нет, тогда ничего и нету. Московская патриархия вся в ереси, вся. Значит, спасаться негде. Вообще, ни один не спасется по Герману. Только он один, Герман. Это даже прелестью нельзя назвать. Это прям сатана встал. Не видит. У него есть хорошее обороде, он говорит, когда. Обороде. Ну, давай теперь мы посмотрим. Это вот наш сайт. Вот здесь, если открутить, то на форум перейти. Это православный библейский сайт. Вот тут вопросы какие есть. Проповеди, книги. Вот отсюда можно уже выходить на другое. Вот у нас есть лист. Это в моем мире. Заходите сюда. Сколько тут у нас видео? 2582 видеоролика. Ну, фотографии. 18800 фотографий. Музыка, пожалуйста, заходите. Сегодня я перетаскиваю с этого, с нашего Ютуба. Вот посмотрим, что у нас тут было за это время. Кто-то приходил или не приходил? Ну, вот сейчас посмотрим. Последний. Это у нас уже было, Роман, Роман. Это тоже был. Заключение. Это было? Была. Вот этого не было. Или нет? Был. Был. Еще что? Это тоже было. Тоже было. Это тоже было. Значит, здесь нам еще не было по другой странице. Давай, еще кто? Елена Власенко. Доброй ночи, отец Игнатий. Подскажите, пожалуйста, как себя настроить на то, если сейчас у меня какой-то постоянный финансовый кризис? Я понимаю, что не в деньгах счастье, но и без них никуда. Каждый месяц кредиты и ипотека, и больше все. Я зарабатываю так же, как и в прошлом году, но у меня постоянно то машина сломается, то еще какие-нибудь непредвиденные расходы. Как же быть? Ведь этого же рультина затягивает. Это затягивает. Видно, что бедные и так понятно. Платка нету, плещи тут оборвали. Видите, какие трудно достается. Пожалеть можно. В первую очередь, ипотека, и все это еврейские штучки. Вам зачем вратство-то отдавать? Международный валютный фонд, это главный враг России. Уже через пять лет надо платить вдвойне. По 20% больше отдают. Зачем вы туда лезете? Я не знал ни Евангелия, ничего. Ну, жил 26 рублей, была стипендия. Я понял, 6 рублей за квартиру отдал, 20 надо жить. И книги покупать. Если я займу, отдам, у меня остается меньше все время. Никогда, ни разу, нигде не занимался всю жизнь. Ни разу. А книги издал на миллионы, миллионы рублей. 38 книг издал сам. Это Бог делает так. Ничего нет, и всем обладаем, Павел говорит. Ничего вам никто не поможет. Обратитесь к Богу, наденьте платочек и помолитесь. Помолитесь, Господь покажет, что вы сама залезли в рабство туда. Финансовый кризис. У нас отец без руки, до плеча нету. Десять детей живых. С матерью полкласса не кончили. И никогда не были должны. Вот как нас научили жить. Надо работать, две-три работы брать. Татьяна, батюшка Игнатий, как мне быть? У меня есть грехи, я хотел бы их снять. Посоветуйте, как в этом деле можно это все снять? Очень просто. Какой бы большой ваш грех не был, если вы крещеная, все в порядке у вас. Идите к батюшке, он накроет вас фартуком и петрахилитой. И завтра опять на новые подвиги. И все. Другого-то сегодня ничего вам не дают. Ты чаще исповедуйся, чаще причащайся. За тебя все не крещены, ты правильно ничего, ты что-то почувствовала. Его облили, он, я почувствовал, я родился. Но если ты почувствовал, покажи, где в Библии написано на чувство, что Бог обращал внимание. Не храня ли испорчено сердце человека? Грехи у нее, вот она хотела бы их снять. Сдать эти засохшие бычащие шкуры. Может ли барс изменить пятна и пиоплянин кожу? Надо родиться свыше, уверовать во Христа. Если ты была крещена, за все грехи, что батюшка наложила пятибью по канонам, ничего этого не будет. Олег пишет, здравствуйте, Игнатий, не могу найти вас в скайпе, но может и не нужен скайп. У меня вопрос к вам есть, я с девушкой встречаюсь уже два года, она пока не готова замуж. Как мне быть? Терпеть, ждать? Пока что приходится грешить блудом. Просто быть вместе без плотских утех она не хочет, да и я не всегда могу. Ну, а о чем речь говорить? Есть законы, которые для верующих написаны, для вас никаких нет. Сходите к батюшке, узаконьте этот блуд, что изменится-то? И девушка. Ну, если она уже блудить и вы, два блудника, говорит, на одной вешалке висят, ну, какая же она девушка-то? Ты ее на букву Б называй. Больше ничего нету. О чем Степаненко-то озвучил, так загрызли, говорить нельзя. Александр Резников, узнать о особенностях, а вот, доброго дня и здравия вам, Игнатий Тихонович. Очень хотелось о детском православном лагере узнать о особенностях работы с детьми. Спасибо, Господи. Ну, вот видите, я опять же скажу, вот, смотрите, открываем, и вот здесь о детском лагере, вот она, ежегодно, вот 44 года открывается детский лагерь, вот сюда толкнете, вот я сейчас ткнул, и сразу открывается, вот какие фотографии, посмотрите, лагерь, обед, все, три раза в колокол, вот что нужно брать, какое, ну, а кроме того, самое-то главное, это если вы зайдете на наш форум, вот сейчас мы смотрим его, и вставите поиск лагерь, там не выскажешь сколько, а кроме того, вот здесь вот, вот вы зайдите на наш сайт, и здесь написано, дети, лагерь, там 13 пункт. Вот только я ткнул его сейчас, посмотрите сколько, вот это столько вопросов, мне задавали в университетах, где я вел занятия, это, почему сейчас Климентан Кирск, открывай, вот, жирным курсим, это Библия, это житие святого Климентан Кирского, это я передвигаю просто, это вопрос один и один ответ, ну и всегда стихотворение, вот как, если желаете больше, то узнать-то, только я показал, я еще-то не попаду туда, ну, дальше. И Наталья Евтушенко, мне бы хотелось узнать, как детей приучать к молитве, как рассказать о Боге, как правильно наказывать, и как жена своим примером может изменить мужа, то есть повести в веру. Вот. Ответ, все это уже есть здесь. Вот я показываю, какой сайт, смотрите, наш благовестие идет, вот оно где, просто зафиксирую и показать, у нас огромные-огромные ресурсы здесь, повторять тут уже еще не надо, все есть, и не скажешь, тут кому-то отвечаю, непонятно что, тоже, наверное, тоже, видно, по сайту спрашивают, видите, сколько, какие большие материалы приходится выставлять, это все ответы, я просто передвигаю, показываю, вот видите, конца не видать, кажется. Дальше. Елена Власенко, доброй ночи, отец Игнатий. Все понятно. Не работать на ростовщиков, ипотеки и прочие безбожные сфоры, никогда и нигде не брать в долгу евреев в рост, никогда и ничего. И дальше ответ. Вот притча Соломона, Амос, Иаков говорит сколько, Матфей, Неемия, притча, то есть Сирахов. Посмотрите, сколько ответов. Что вам это, кто даст ответ? Вы посмотрите, когда отвечают священники, то они вообще, как будто Библию в руках не держали. Христос отвечает Словом Божем, как написано, как считаешь, они этого не знают. Они устанавливают свой авторитет. И это не прелесть, не гордыня. Я показываю, где в Библии написано, прелесть, гордыня. То есть лживые весы. В сумме гири. И дальше о чем рез? Батюшка, я немного хотела. Вот теперь отвечаю. Читайте Святую Библию, идите в храм, батюшки на исповедь. Вот так. И вот что ухо читайте. Первое Иоанна, Коринфянам. Вот Евангелие от Иоанна. Еще о чем? Живу в блуде два года уже с девушкой. Вот я отвечаю. Начало мудрости, притчи. Вот я прочитаю и найдете ответ. От ответа даю я. Тут вопросы задают. А здесь... Оля Волошина. В Библии сказано, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И вопрос. Говорят, что сектанты не спасутся. А почему? Они же призывают имя Господа. Сектанты почему-то не признают мощи святых. Какое заблуждение. И не боятся. Стоят в своей гордости. А Бог гордый противится. Хвостовство прямо прет. Все хорошее приписывает себе. Но не Богу. Но это неправда. Почитайте их песнопения, сборник духовных песен, песнь восхождения. У них там разное название есть. Гордость-то это такая вещь, которую надо проверять самому перед Богом. Почему сектанты не спасутся? Бог спасает, не мы. Но они не церковь. Потому что нет рукоположенного епископата от апостольких времен. Вот в чем дело-то. А вне церкви нет спасения. Поэтому, что тут говорить? Ольга Овчинникова. Прочитала на зарекомендованном вами сайте пророчество Кукша Одесского. Стало не по себе. Конкретно, какой период времени по годам он имеет в виду? Неужели уже пришло время, когда нельзя венчаться и так далее? Или это время перед концом света нельзя будет венчаться, чтобы дети при этом времени не страдали? Пожалуйста, объясните этот нюанс более понятнее. Ведь это очень важно. В наше время ведь венчаются и детей рожают. Ну, хороший в ответ. Кукша был в монастыре Одесском. Или в другом месте. Вот обращайтесь за этим вопросом. Когда, по каким годам к священникам? Да и сами смотрите по Святой Библии. Что делается в храмах и как это вам сразу понятно будет. Денис Коновалов, Орехово-Зуево. Батюшка, здравствуйте. Мне про вас рассказали, что вы можете помочь советам. Просто очень трудная жизненная ситуация, из которой я не вижу выхода. У меня на протяжении всей моей жизни конфликт с моим отцом. Ну, дальше прочитайте. Вот это место, посмотрите. Священник, это считать мы не можем. Так вы прочитайте. Тут видно где. Вот прочитали и дальше посмотрите. Будет ответ дан. Наталья Жарова, ссылка на ютуб и написано. Подселение, бесопомощник. Здравствуйте, уважаемый Геннадий Тихонович. Посмотрела видео и почитала комментарии. Если можно, прокомментируйте фразу одного из написавших, что перечитайте Библию, и Иисус ни разу в своих речах не упомянул такого серьезного, пресерьезного греха, как колдовство и прочее. Не упомянул. Как не упомянул, когда он их изгонял, крошил, их разрешил в свиней войти. Еще упоминать-то. Бесноватый был рядом. Упоминать не еще. Вот он бесноватый, кричит. Он себе беса подсылал куда. Это неправда. Алена Александровна Пахалкова-Кириллова. С Рождеством Христовым. Миленькие, молитесь за рабу Божию Елену. У нее рак, и ей 36, и ребенок Даниил маленький. Только к вере пришла. Жалко ее? Ну, жалко. Все, помолились рабе Божией Елене. Дай, Господи, здоровья и воспитание детей. А дальше мы уже ничего не знаем. Ну, это дальше я отвечаю. Которые вопросы задают по деревне и прочее. Видите, сколько. Это столько ответов. Я просто перелистываю, чтобы... Снова. Анна Мардашова. Добрый день, Игнатий Тихонович. У меня вопрос. Как относиться к мощам в храме? У нас в храме пять ковчегов с частицами мощей святых. Святители Николая Чудотворца, частица Башмачка, Спиридона, Тремифунского, частица мощей Феофана Затворника, Луки Крымского, частица мощей преподобного Гавриила Седмиозерного, и привезли еще мощи святого, пока нет ковчега и для них. Но меня смущает это, что противится во мне. В чем мое заблуждение? Я смотрела на вашем сайте этот вопрос мощи, но не нашла ответа. Как вести себя, то есть прикладываться, кланяться им? Пожалуйста, простите, есть ли непонятное для вас? Если можно, подскажите, куда обратиться? Батюшка, у нас молодой, 27 лет. С уважением, Анна. Ну, я еще скажу, я не оттащу вас. Мощи должны быть все захоронены. Вот частичка туфли, Спиридона, ну, даже смехом нельзя назвать-то. Комар тот смеяться над нами будет-то. Совершенно. Любой скажет, да что, с ума сошли, что ли? Ну, с ума сошли, это так, но это православное, это православное сумасшествие. И вот они обставились этим, и теперь милость какая-то придет, родятся они, слушай, ничего нет. Частичка, то есть не хватает даже тупни. Каждый год переобувает и успевает растащить. С могилки теперь, это щеберкульского этого, какого, славика и прочее. Слушай, что говорит Господь. Мощам, тебе зачем лезть это? Если есть, один раз приложилось, один раз тебе достаточно, что ты почтила. И больше ничего тебе не надо. Молись тебе. Сходи к батюшке, он тебя еще научит больше. Вот я отвечаю. Лука 9,60. Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй царствие Божие. Вот куда надо идти. Благовествовать. А им своих мертвецов оставь. Что же произошло, что Господь сказал, Иеремея 32,35. Чего я не повелевал делать им. И мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость. Мерзость. Даже, если даже погребать отца для благовестника не в обязанность, то откапывать уже упокоившегося, резать его, пилить, то разве сидение ниже вышесказанного Иисусом? Ну а дальше вот что по житиям. Вот я буду протаскивать, а вы смотрите, сами найдите. Это я уже показывал. Ну раз вопрос опять повторился, вот. Теперь посмотрите. Вот оно где. Сфотографируйте себе и дальше посмотрите. Вот как святые были. Не было ни одного случая, чтобы святые разрешили их резать. Ни одного. Ни одного. Это все кощунство и противление Богу, дробление мощей. Ну а сейчас нападут на меня опять эти. Ну, мертвецы-то. Они умеют это делать. Им главное, чтобы мертвые были. Если живого видят, они лопаются. Вот этим, которые нападают, я спрошу. Скажите, в царское время, ну можно сами отвечать, вот при царе-батюшке все было хорошо. Скажите, в России были, нет иудеи? Разрешалось им строить их синагоги? Все ответят, да, царь разрешал. Хорошо, а мусульмане были или не были? Да были, там республики, Кавказ завоевали, они так и остались. А им их разрешалось строить мечети? Да, разрешалось. А католики были, костелы строили? Давайте всех. Протестанты были, были? Вот это понятно. Это настоящая свободная страна. Но почему гнали и убивали своих природных старообрядцев? Почему? Никому войны не было. Почему сегодня только на нас нападают? Неужели непонятно. Все то за пределами церкви. Природных граждан, патриотов, воинов. Изничтожали буквально. Никого не гнали так. Там каких-то где-то там сослали или прочее. А это полностью уничтожалось. Потому что это живые обличители. Безумие их. Везде все можно было. Сейчас мне книжечку дали. Старообрядческое. Вот посмотри. Я считаю. Очень интересно. Найдите себе ее. Жизнеописание. Священника и отца семейства. Вот она. Я считаю сейчас везде. Его звать как Ян Кудрин. Это барнаульские выпустили. Братья. Очень хорошее. Я считаю надо найти здесь. Она есть или нет. Как преследовали. Как он к Богу пришел. Что было. Это все вот по житьям святых. Посмотри. Это по житьям святых. Вот она где. Анастасия Романова. Лукьянченко. Родногород Ессентуки. Здравия вам батюшка Игнатий. Спасибо вам большое за дружбу. Это знак свыше. Вы вовремя появились в моей жизни. Я знаю, что Бог любит нас. Слава Иисусу Христу. Александр Миронов. Мир вам дорогой, Игнатий Тихонович. С прошедшими вас, как ваша миссионерская поездка прошла. Есть ли плоды? Как вы смотрите на то, что Лев Толстой обвинил православие в колдовстве и магических обрядах, не соответствующих евангельской истине, извращение многих аспектов вероучения, которые далеки от учения Господа? Аминь. Так и есть. Он говорил, знал, о чем говорил, видел-то. В чем-то не прав, а в этом прав. Теперь миссионерские плоды. О плодах Бог заботится. Мы видим, люди обратились, покаялись, а мы не знаем, какой, конечно, будет результат. Нам сказано, идите благовествуйте, а не плоды подсчитывайте. Благодать есть призывающая, Теофан Затворник говорит. Наше дело мы сделали, открыли вход этой благодати через раздачу книг Евангелия. Благодать обращающая, от нас уже ничего не зависит. И сеющий, поливающий, ничто, нуль. Нуль. Все, Бог возвращающий, Бог. Вот ответ. Как ваша поездка? Ответ. О плодах. Так мы и во время движения ставили видеоролики, помогали из разных городов быть нам онлайн. Да, наша миссия состоялась, хотя конец ее был оборван в связи с очень серьезной поломкой машины в Швеции. Маршрут был изменен и отчасти сокращен, но нужное через знакомых было передано в нужной библиотеке. Это касается Ирландии, Норвегии, Бельгии. Дошли до Лиссабона и всюду оставляли дары. И когда приезжали, где шло богослужение, то сразу выходить приходилось на проповедь. Белисси, Москва, Лиссабон. Снова была команда, три человека и собака. Чемпион России по защитной караульной службе и двоебори, ураган звать. Все это выставлено на нашем видеоканале, плейлисте Благовестия. Там же и беседы с сектантами и проповеди. Доехали до завода в Нижнем Новгороде, где машина изготовлена. И как там руководство приняло, провели ремонт. Все тут же. Но на эвакуаторах пришлось много тащиться. Мотор полетел и нигде никто не мог ремонтировать. Из Швеции переплыли в Литву, а оттуда в Калининград. И там уже знакомые из Испании взяли на себя все и отремонтировали. И тогда прошли Прибалтику. Булкин, Булкин, Дмитрий. Пусть все знают героев наших. Он помог. Уже ехал в Испанию, там был он путешествий. Оттуда дал указание. И нас встретили в эвакуаторах. Все бесплатно сделали. Вот какие люди в России есть. Православные. Дальше. Прошли по Турции 1650 километров. Не швыркай, можно молча это сделать. Теперь по всей вселенной будет твои, говорится, сопля размазывать. Было самостоятельное... Самое сильное молитвенное свидетельство. 12 часов непрерывно, десятки тысяч людей. Но по России наши замыслы крепко тормознулись. На север до Мурманска и Баренцева не пошли. Только бы спасти машину. Вернулись и то все снова на нашем видеоканале. Как встречали и что сейчас. Наши выехали на благовестие по просьбе благочина Московской Патриархии. Это езды. 3,5 часа. 20 градусов мороза. Снежная дорога. Ну как Бог благословит. И дальше мы говорим где-то. Ну вот прошедший 15-й год. Прошли до Баренцева в море. То есть вернули, все сделали. Больше длительных поездок у нас не будет. Книги кончились. Вот такие поездки от Владивостока, Порта Находки до Лиссабона. Пройти Турцию. Скажите, кто когда делал? Не просто проехать, а везде отдавать дары. Дары. На 750 евро. В каждой библиотеке на 750 евро. Умножьте сегодня на 600. Это городок 600. И 80 рублей одно евро. Умножьте оно на другое. И вы видите, что Бог сделал через нас. Это Бог, благодать Божия. Специально машину купили. Дальше. Дмитрий Леин. Игнатий Тихонович, хотелось бы узнать ваше мнение о фильме «Левиафан». 2014 год. Много идет отзывов, как положительных, так и отрицательных. У меня это все вышло. Просчитайте, что он говорит. Просчитайте. Я дал ролик. Большой ролик. Вы его найдете здесь. Так и называется «Левиафан». Видите как. Я показал все это. Там кадры из фильма. Кадры из фильма. Вот он показывает, где, как там было, что есть, что. Митрополит говорит. Так, это, где же у нас она есть? Она, я сейчас могу даже показать. Вот где. Это наш YouTube. Попутно сказать. Вот посмотрите. Это наш YouTube. На YouTube на нашем выставляется почти каждый день «Жития». Это 1173 «Жития». Я их насчитал в 80-х годах, и сейчас один добрый человек их оформляет иконами, там, и дальше проще идет здесь. Что идет? Теперь более популярное такое? «Жизнь деревни». Ну, скорее всего, думаю, вот фильмов среди них вот здесь должен быть. Вот это он здесь вот есть. Ну, вот сюда нажмите, вот сюда вот с того. Надо ткнуть? Да, прямо на фильмы сюда. На фильмы? Вот я фильмы ткну. Посмотрите. «Дивергент Бежа». Вот, вот он вот. Вот это, да? Да. Ну, вот смотрите. Как называется? Фильм Зягинцева «Левиафан» «Восвете Святой Библии» 21 на 2. Все. Вот это вот находите. Если это найдете, значит, там я много объясняю, начиная со слова, что означает слово «Левиафан» и так далее. Вот. Нападали на меня за это. Ну, я на основании Библии все. «Восвете Библии» – это единственный такой разбор. Много говорят другие, священники там все говорят, но только от ума от своего. У меня все во свете Библии. Каждый кадр был разобран во свете Библии. И все заглохло. Ну, и пришло там больше 180 тысяч людей. Матушка Евгения Ватейшкина. Евгения Евгеньевна. Игнатий Тихонович, у вас замечательная миссия, большие задачи. Бог в помощь. Когда соберетесь в новое путешествие, напишите, я с удовольствием присоединюсь. Моя основная профессия – теолог. Понятно как. А что интересно, мы едем дорогой, и нам скинули. В Англии, Великобритании, стоят баптисты, и рядом ребятишки у них, баптисты, и заголовок. «В помощь миссии Игнатия Лапкина». И стоят, молятся, у Бога просит милости, и стоят, крестятся. Я такого никогда не видал еще. Еще не доехали. И главное, нам тормознули, из-за чего число было поставлено не такое. Приглашение, там какая-то конференция была от пастора. То есть все как положено. Заплатили, прошли, отпечатки сдали. Какая-то цифра. Но я понял, что Господь указывает другой путь. Мы эти книги через Ла-Манш перекинули им туда. Для Шотландии, Ирландии. Игнатий Тихонович. В Калугу приезжайте, будем рады. Да, были мы там, были. Людмила Васильева. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. А как можно приобрести Новый Завет с вашими комментариями? Ну, напишите мне, напишите и получите. Купите. Теперь остаток у меня. 90% книг моих бесплатно разошлись. 10% которые я продаю. Хоть маленько как-то. Дальше. Да, говорю, какие-то цены эти устаревшие. Другие сейчас. Я отдельно говорю. Матушка Евгения просится с вами ехать. Артем Колчин. Доброго вам дня. Спасибо Боже за ваше дело. Заодно и вы спасетесь. Как вы относитесь к книге «Тюрьма» Феликса Светова? Читал однажды. Более не могу найти. Ну, Феликс Светов это муж крахмальниковой Зои Александровны. Я его не прочитал, но она говорит «Здравствуй, тюрьма» там или что-то «Слушай, тюрьма». Это у меня есть книга, она подарила. Мариам Авакян. У меня, моего младшего брата, смешанные корни. Мама украинка, папа армянин. Живем мы в Украине, но нас обоих крестили в армянской православной церкви. Хотя всей семьей мы ходим в русскую православную церковь. Исповедуемся и причащаемся. Я тоже крестила свою крестницу в русско-православной церкви у нас в городе. Но есть батюшки, которые считают, что необходимо перекреститься. Как быть? Ну, батюшки говорят, и так понятно. Как вы крестились? Руки только положила там в чашку. А он мокрой ладонью провел и все. Ну, откуда там взяли? Полное должно быть погружение. Полное, троекратное полное. Не было этого, никакого перекрещивания нет. Это обман. Был обман и ничего не было. В темноте фантики вместо денег дали. Да, армянская апостольская подчиняется католиковцу. Без полного погружения и крестились. Да я ее спросил, она ответит, бесполного. Значит, надо креститься. Был обман. Инга Лашвили. Это видно, что Швили, это уже грузинка, там армянка. Кто приходит? Я хожу в церковь русскую православную, когда душа тянет туда. Чистых непорочных людей нет на земле, кроме святых наших. Чем сектанты отличаются от других верующих? Так вопрос, а церковь же внутри человека? И как понять Иоанна 6,53? И Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого, пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Что значит пить крови и есть плоти? Ну, то, что во время, когда настоящий священник от апостольских времен рукоположения, это благодать, называется присуществление во время литургии, и уже хлеба нет, а это тело, и вина нет, превращается в кровь. Ну, где откуда взяли, что ему прощаются грехи? Прощаются грехи. Вот болеешь, причастись, болеться не будешь. Ну, то есть, все это извращено. Не будете иметь в себе жизни, и видно, что они причащаются, а какая жизнь-то? Мертвецы стоят. Даже наглядно показано, многие больные спрашивают, болеете? Болеете, умирают все от недостойного причащения. И откуда взяли, чаще причащайся, исповедуйся? В России никогда не было так, а было четыре раза. Говеть называлось, говеть, об этом пишет Достоевский, везде было. Четыре раза, так все регламентировать, не надо регламентировать, можно каждый день причащаться, но готов ли ты? Не мы же, я же свои правила не устанавливаю. Иен Галашвили, разве не главное иметь веру в сердце, а не во внешних проявлениях? А лишь на вас духовные поиски закончились уже? А их у меня, после, когда я обратился, уже не было. Как только получил Евангелие. Какие духовные поиски? Я искал, собирал по одной буквы буквально, атеистическую литературу. И, наконец, дали мне в руки Евангелие. Все, я уже готов был. Через полчаса я встал другой с молитвой. Это Юлия Бондаренко. Здравствуйте, извините, я хотел о вас спросить. Я часто причащаюсь, в церковь хожу, общаюсь с Богом. А порой падаю духом и начинаю очень много есть. Бывает булимия. Может, это потому, что Бог не дает пару и нет для кого жить. Потом после этого вообще очень иморально, телесно, плохо. Подскажите мне что-то, пожалуйста. А вот часто причащаюсь, а вот в этом все заключается. Если часто причащаюсь, то тебе должна быть жизнь. Вот как только говорили, и она уже показывает, жизни нет, смерть. Нету жизни. Потому что благоговения никакого нет. Вот евреи говорят, женщина, когда ощущается, к ней не ходят, согласно закону. Она омывает самих. Каждый раз, говорит, как будто первый раз с ней встретился. Даже в этом вопросе-то и то. Как раз-то обожрались. И главное, придумали окармлять. Окармлять, посмотри слово, отравлять, перекармливать. Слова Режегова. Вот так. Начните сначала, говорит, как Игнатий Брянчанинов. Приходит, какое ей тут состояние-то. Это обычное православное. Татьяна, у меня вопрос. Эти люди ценили священство и нашли в Михе. Насколько я помню, Миха не был священником. А у него жил левит из колена Иудина, которого Миха поставил в священники. Судии, 17 глава, 613 стих. Потому что левит у меня священником. Но тут возникает другой вопрос. Как левит может быть из колена Иудина? Ведь левиты были из колена Левия. И как он может стать священником? Ведь священники были из рода Аарона. Я отвечаю. Перепутано по невежеству и перемещению при войнах. Так Елисофета была из колена Левиина, а была родственницей Марии Деви, которая была из колена Иудина. Та же самая причина небрежности и прочее. Вот и весь ответ. Объедение там она говорит. Добавка объедения, сконцентрировав все искушения. Ну вот теперь все, смотрите, я показываю. Большое очень. Это она из книги своей беру, Писнем православия. Вот оно где. Объедение. Вот посмотрите. Чтобы не объедаться, какие места Писания. Смотрите цифры, сколько мест Библии показано. Как святые отцы это делали. Чтобы объедения не было, вот это прочитай. Узнаешь дальше. Посчитайте. Вот это ответ. А могут эти священники, которые такие знатные, ответить так? Ну пусть ответят так. Из всех святых отцов. У меня на эти ответы уходили годы. Пока все перебрал. Это все каноны. Чем угоднее истребляют человеки все доброе. Нил Синайский. Ну найди у него Синайского, я должен был том просчитать. И дальше кто говорит? Сиседор Пелосиот. Что говорит? Ян Лествичник. По порядку Ава, Феодор. Ну и другие, и другие. И Англотаус вот вверху говорит. Брянчанинов. Да. Вот что такое объедение. Простой вопрос. Вот Брянчанинов, что говорит, другие. Вот ответ я. Переедающий грызет себе могилу своими зубами. Вот так. Аня Рябушко. Уважаемый Игнатий Лапкин. Пишем по просьбе протеерея Дмитрия Козулина, настоятеля храма имени Георгия Победоносца. Ташкентская епархия Республики Узбекистан, город Самаркан. Ой, такой точный адрес. На него сейчас эти нападут, которые за мной гоняются. Сразу. Сейчас будут говорить, да с кем ты знаешь, что псевдоправославная, еретик, сектант, раскольник, что угодно будет. Они это делают, да по сегодняшний день-то. Я вижу просто, что это наследники Сталина и Берия. Сталинско-беревское кодло патриархийное. Узнав о вас, о ваших божьих делах и о возрождении российской глубинки, батюшка очень проникся тем, чем вы занимаетесь. И приглашает вас посетить Георгиевский храм в городе Самарканде. Пожалуйста, ответьте на это письмо. Видите как? То есть у батюшки есть люди, которые пишут, отвечают. Поклон батюшке передайте. Подскажите, пожалуйста, на что угодно это мое сочинение. Здравствуйте, Игнатий. У меня имя нет рождения и покрещения в Италии. Правда, крестился я 43 года. Мне 47 лет. Живу я в Днепропетровске. Имею троих детей. Для того, чтобы хоть как-то соответствовать званию христианина, читая или слушая... Ну, посмотрите, даже прочитайте все. Будут ответы. Время много кратится на это. Тут ответы даю. Дальше. Вилли Ольсен. Что бывает по воле Божией, то хотя бы казалось и худым лучше всего. А что противно не угодно Богу, то хотя бы казалось самым лучшим хуже и беззаконнее всего. Если кто даже совершит убийство по воле Божией, это убийство лучше всякого человеколюбия. Но если кто пощадит и окажет человеколюбие вопреки воле Божией, эта пощада будет преступнее всякого убийства. Дела бывают хорошими и худыми не сами по себе. Но по Божию о них определение. Отец Церкви, Святитель Иоанн Златоуст против Иудеев. Слово 4. Прошу дать комментарии. Какие комментарии? Считаем дальше. Аминь. Это чувство справедливости. Волю Божией нужно знать, а она точно выражена во Святой Библии. И дальше ответ. Вот воля Божия в Новом Завете. Неужели Святой Иоанн Златоуст не знал и не говорил или многократно о том, что закон Божий и закон человеческий, это не одно и то же и не на равных. Послушание Богу, вот закон от Всевышнего. А о чем он сказал, это дело гражданской справедливости. И я за то, чтобы преступников казнили, как гражданин. Но у нас поиск не справедливости, а милости Божией и исполнения его закона. Знак любви к нему. Закон новозаветный. Его нет в природе и в чувствах нашей природы. Это закон Духа Святого. Вот ответ. Видите, какой ответ? Вот она Златоуста. Златоуста приводит. Мир вам приводить слова Златоуста в полном контексте. А то можно посчитать, что Златоуст будто за войну, за убийство христианами, как толкуют сегодняшние попы. Смертельное человекоугоднейшее перед безбожными властями. Первое, что вторая книга. Слово четвертое. Я беру, что говорит Иоанн Златоуст. Вот о котором она взяла. А теперь дальше. Ну, если можно, прочитайте. Вот я даю. Совсем не о том речь идет даже. А так вырвать слово-то сказать. Как мне пишет, говорит. А вот я сейчас это, подожди-ка, вот здесь. Маленько. Заряди слово, напиши слово Бес. 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 Вот, смотрите. Это Библия. Вот слово Бес. Взяли, это везде написано БЕЗ. Бестолку. Буква С. Это Бес, это Ленин сделал. Это грамматику изменили, что везде был Бес. Посмотрите, в Библии 713 раз упоминается слово Бес. Но никакого отношения к Бесам не имеет. Еще дурью-то мается-то. Посмотрите, где. Слово Бес. И в середине слова. И в начале, и где только они нету. И везде Бес написано. Вот. Бесчастье. Почему не написано БЕЗ ЧЕСТИЯ? Бесчастье. Грамматика эта. Ну, я сниму сейчас. Вот это что? Вот я показываю. Это что? Ну, это валенки. Ну, правда, худенькие, дырявенькие. Но это валенки. А для чего они? Валенки для того, чтобы их носить, нога не мерзла. Но не того, чтобы жениться на нем. Как в сумасшедшем доме-то. В конце концов-то. Посмотрите, где написано. Я сказал, сколько. Слово раз Бес употребляется, а его нигде. В слове Небесное-то слово Бес встречается. Бесчестить. Как? Бесчестить. Есть шипящие, перед которыми С пишется. В другом З. И вот, думают, мудрость какую-то сказали. Бесчестить. Тогда в Библии неправильно написано. В молитвах везде это написано БЕС. Молитву-то издавала Патриархия. Библия издавала Патриархия. Почему они написали-то? А то уже совсем никакой уровень. Ты прямо на полном серьезе. А вот вы говорите Бес. Посмотрите, сколько. Вот оно, по 50. Так это не все. Это далеко не все еще. Давай посмотрим, что в неканонических книгах. Вот смотрите, тоже Бесславный. Бес славный. Ой, Бес-то еще славный. Беса прославляет-то. Дурдом на валенке женились. Посмотрите, сколько здесь. Дальше. Вот. Сколько здесь? 167? Да. 167. А ну-ка давай прибавь. Звонит телефон. Слава Иисусу Христу. 167 и 713. Сколько будет? Ну, 780 почти. Это не по мозгам. И везде Бес написан. По благословению Патриарха Бес выходит или еще? А что отмещать-то здесь? Это даже говорит мне о чем-то. Подурели совершенно. Живут с бесом, а ищут написание. Я отвечаю. Церкви еще не было на земле, потому и не было канонов церковных. Это понятно, без доказательств. Поэтому и отсылать к законующему небывшему нелогично. И Господь Христос сам исцелял и поднимал паралитиков, умерших воскрешал. Но оставить же на этом и перелагать на сегодня тоже не научено тому. Ссылаться на обещание о рай разбойнику и по этой причине отрицать крещение и таинство церкви, к чему тогда придем? Разовое действие и оно не поставлено в закон. А тут о чем это вопрос? Видимо, уважаемый Тихоевич, казалось бы, хотелось бы узнать ваше мнение по следующему вопросу. В первых 11 стихах главы 8 Евангелия от Иоанна рассказывается история о женщине, взятой за прелебодеяние. Ну да, не то другое. Ну вот понятно. Здесь что, о чем? Ну это я отвечаю. Кто? Александра Кузнецова. Мир вам и с праздником. О вас всем рассказываю про ваше благое дело. Пусть о вас узнают. Мне радостно, что я могу другим рассказать о вас. Храни Господь. Ну хорошо, что не указало где. Они бы тебе попы сейчас врезали. Сережки-то отлетели бы. Вот она книги получила, оказывается. Книги, визитки там, все. Видите как, это наши книги, киснул православие, симфония, визитки наши лежат. Ой, сейчас там будет, он будет сейчас страдать от демонта в попах, которые за нами гоняются. Вот что-то это стихи, какие я придаю. Дальше. Отец Павел Островский, город Красногорск. Пропал, батюшка. Все, сейчас нападут на тебя, вепархию напишут, крест тебя снимут. Ну это ведь ужасно так говорить, Игнатий. Я про ваши слова, сказанные на 6.30, что, дескать, священники не возрождены духом святым, что они мертвы, и потому, что у них только корысть и трусость. Да это не я сказал корысть и трусость. Это сказал Краснов Левитин, церковная история, шесть сроков отсидевший. И вам протестант, который собирается стать православным, отвечает, ну да, я так в принципе и думал. Супер просто. С самого начала, возможно, православного пути у этого человека зарядить осуждение к православному духовенству. Да какое осуждение-то? Пьяный, не давите хотя бы людей, уж я больше не прошу. Его не снимают, он идет завтра служит. Убийцы. Вы что, совсем не знаете? Патриарх о чем говорит? Вот в нашей епархии каждый пятый запрещен священник в служении-то. Что вы скрываете-то? Нас и так очень любят грязью поливать, так еще и миссионеры жарку добавляют. Любят поливать. Да не надо грязью добавлять, вы вылезти из этой грязи-то хотя бы. Андрей Кураев вам грязь поливает, или вы все-таки приучаете семинаристов спать с преподавателями, да с архиереями? Ведь понятно, что есть разные священники. Хорошие, плохие, активные и неактивные, одаренные и не очень. Но нельзя вот так вот говорить неутвержденному в истине человеку. Так утверждай его, для этого ты и поставлен. Батюшка, благослови, батюшка, благослови. Почему вы людям не говорите, что Малахия говорит? Бог говорит, ты благословляешь, а я проклинаю ваше благословение. Почему не говорите-то? Десятину не платят, и ты это не берешь. Это уже заранее знаю, проклятием проклято, обкрадывайте меня. Десятина Богу принадлежит. Это не ваши деньги, я их предложил, чтобы ты своей рукой передал. У меня жена готовит что-то, ну и там бабушки живут отдельно. Она дает маленькому мальчику нашему и говорит, племянник Рома Белл, отнеси бабушке, приучает его возле церкви. Деньги даст там подать кому? Ты подай, чтобы его рука научилась давать. Дальше. И потом, что значит невозрожденный духом святых? Вот оттуда вопросы, ваши батюшки. Ни один сектант этого вопроса не задаст. Возрожденный духом это мертвец. Натасканный, не родился свыше, мертвый, даже на мытарствах не будет, царствие Божие не увидит. Три пятерки, Евангелие Теана. А, то есть не крещеные? Не крещеные, это он знает. Значит, и не священники получаются? И вот и как получается-то. Вопрых, не рожден свыше и неправильно крещеный, до 30 лет рукоположен. Ты никто, никто. Тормоз пятилетки. Значит, всех, кого крестили до этого, неважно как, все так же не крещеные? Не крещеные. Принять крещение. Что этим стращаете-то? Неправильно брать? А что, разводиться? Ниеми, седры не стали рассуждать, а развели весь Израиль и все. А это уже прикормили. Ну-ка посмотрим на него, где? Батюшка, подними глаза к небу. Сними с себя эту рогожку-то. Я когда стал говорить, ты посмотри только, в каком возрасте ты рукоположен? Он продолжает. А я другой, отец Павел Островский. Слава Иисусу Христу! Дорогой Игнатий, случайно наткнулся на YouTube, на некоторые видео вашей общины. Ну, не все, конечно, нравятся. Это, наверное, и невозможно, чтобы все нравилось. Но вот возник вопрос. Когда смотрел, как занимаются благовестием на улице двое ваших сотрудников, то заметил одну странную вещь для себя. Они, когда спрашивали женщину на улице, крещена ли она или нет, то, услышав ответ, что крещена не погружением, а поливанием, сказали, что ей, что она не крещена на самом деле. Как вы сами к этому относитесь? И правда считаете, что надо перекрещивать, кавычка, человека? А зачем вы все католическое-то приняли, батюшки? Хотите узнать, как правильно крестить? Да пойдите на Берсеневку от Храма Христа Спасителя рядом, к Игумену Кириллу Сахару, московский патриархат. Он всю службу идет по-сторобряческе. Зайдите к старобрядцам. Ни одного человека, ни одного, а это 50 разных толков течения, не мочили. Ни одного. Даже на смертном адресе. Что вам доказывать-то? Бракоделы стопроцентные. Не был крещен? Крещение означает погружение. А не то, что скамейку омывали там. Так и считаем. Не я считаю, это канон говорит. Канон. Апостольское правило 50-е. Это чуть выше. Екатерина Коробко. Для всех тех, кому понравился и не понравился Левиафан, а во особенности всем тем, кого не покидало чувство, где-то я это уже видел, очень советую вспомнить Балабанова и Великий фильм и Хржановского 4. Тема религии маленького человека, развиты куда гораздо сильнее, но, к сожалению, Оскар уже не о них. Ну вот так. Левиафан. Есть отличные исключения в российском кинематографе. Левиафан и Дурак на этой неделе не смогут устоять перед этими фильмами. И посмотрел, и не пожалел. Объединяет их одна общая проблема. В первую очередь наша власть. А точнее, те, кто стоят за ней. Хотя в каждом из них раскрываются массы других человеческих проблем. Безумно понравилось из-за какого-то невероятного и правдивого взгляда на социальные проблемы и некие нарывы нашего общества. Актеры и диалоги просто настолько бесподобны, что и говорить не о чем. Я сказал, фильм нужный, полезный, хороший. Хороший показывает. На меня ополчились как... Ну и батюшки, из которых так же понимают. Слово проблемы я нигде не употребляю. Нерешенный вопрос. Выбрось это слово. А посмотрите, как ваша речь осистиет. Проблемы, проблем. Не надо это. Ну дальше, что он говорит про фильмы. Дурак тут и проще. Ну и что спрашивать дураков-то? Много стреляли. Прочитайте. Вот оно. Померите, посмотрите. Видите, как люди смотрят на это. На дурак. Я посмотрел. Это действительно дурак. Вот. Лидия Лехина. Дочку мою, родненькую, мучает голоса. Измучилась совсем. Лежала в больнице и только священник читал молитвы и помог. Но начались опять. Подобрали лекарства. Два года не было. Сейчас опять страдание. Где набраться мужества и что делать? Знаю молитвы и исправление жизни. Но терпеть, кажется, нет сил. У нее семья, муж, сыночек, девочка. Росла умница. А сейчас страх, слезы даже бывают. Озлобленность. Как же помочь? Немощная я. Ну это уж как есть. В первом томе Иоанн Златоуст пишет монаху Стаирьей. Он заболел. И возили его и друг Златоуст. И молитвы все знают. Златоустовные знания демонов. Монахам на вершины гор таскали. Бесполезно. Поэтому терпи. Терпи. А за что? Может быть для прославления Бога не обязательно за грех. А то, а может ли бесноватый спастись? Может, конечно. Может. Потому что от него это не зависит. Еще и награду получишь, что боролся. Ольга Иванова. Дмитрий Шамхалов. Отец Игнатий, здравствуйте. Хочу поблагодарить Бога за то, что наконец Он послал мне хорошую девушку. Скромную и мудрую. Вот это она стоит. Я вас просил о молитвах. И вас я благодарю за молитвы обо мне. 6 февраля у нас намечено венчание. И мы ждем ребеночка. Вчера долго смотрел фотографии УЗИ. Не могу не восторгаться силой и величием Господа нашего Иисуса Христа. Ребеночек всего 5 сантиметров в росту. Перелез 50 грамм. И сердцебиение 155 ударов. Но на снимке очертания маленького человечка. Мизерной жизни. Это чудо. Головка, тельцы, ручки, маленькие ножки. Да будет благословен Господь Иисус. Слава Господу за все. И вам спасибо за молитву. Эти ребеночка ждут, а еще не верят. Это нехорошо. Это нехорошо. Саша Коптяев. Отец Игнатий, благословите. Как вы относитесь к театрам? Отрицательно. Как и школа бесовская. Школа разврата. Как Златоуст называет. Андрей Есин, Ярославль. Доброго времени суток. Посмотрел пару видео вашего обзора про Левиафан. Я сразу замечу, как политолог по специальности, что Левиафан это государство, названное в честь морского всепоглощающего чудовища. Английским философом и мыслителем 16 века. Одним из основоположников теории общественного договора. Вот он все говорит, а все известно. Тут ничего он не открывает. Что он Левиафан так живет недалеко рядом. Михаил Тронин. Ваши труды меня вдохновляют. Как вы через Библию объясняете нашу веру и облегчаете там, где мы делаем неправильно. Христос посреди нас. Где-нибудь в Башкирии есть ваши книги? Есть, есть. В столице вашей. Светлана Милославская. Здравствуйте. Спасибо, что добавили в друзья. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к глобализации? Уходить ли в деревни? Уходите, пока не поздно. Как глобализация? Это все приход Антихриста готовит. Николай Ратников. Игнатий, подскажите по Библии. Как победить болезни ВСД и невроз навязчивых состояний, панические атаки, страх за жизнь и здоровье? Моя жена болеет. Мы уже как два года уехали из города. Многое преодолели, слезли с таблеток. Но моя жена все еще не может оставаться дома одна. Ее страх накатывает такое, что она чуть ли в оморок не падает. Родственники, как с ее, так и с моей стороны указывают нам на развод. Выживаем мы только случайными шабашками и заработками. Сильно нам помогает духовник наш, советами и утешением. Без него я в деревне не выдержал бы. Сейчас Бог корову послал, стало легче. Но корень болезни остается. Могу описать ситуацию подробнее. Ну ты не знаешь, как, что, и уехали из города. С чем это все связано? Это надо смотреть. Вот бывает нормально свои. Вот только отвернулся назад, повернулся, ой, только подходишь, ой. Все время боится. Что боится-то? Что? Рядом стоит, никого чужих не было. Только развернулся назад, ой, опять. Ну это явно, что это неладно. Это внутри неладно. Отвергнись себя, дай место Богу. И все будет по-другому. Зульфия Хмадульна, 39 лет, Челябинск. Игнатий Тихонович, а что значит быть крестной? Мне голос во сне сказал, будь этим детям крестной. Ну ладно, посчитайте. Это мелко, много считать. Я отвечать не буду, там видно будет, что. Это вот вопросы, которые задают ответы, краткие даю здесь. Филипп Олейник, 20 лет, Ярославль. Я много о вас читал и много пересмотрел ваших видеоматериалов. Также знаком частично с вашей биографией. У меня к вам вопросы. Где можно принять крещение с погружением? Дело в том, что я с детства в храме бываю. Молюсь регулярно, причащая святых христовых тайн. Читаю святых отцов, Библию, Евангелие. Менится ли мне это в подготовку? Просто у меня отец священник, Игнатий Тимофеевич. А к вам, Бордоу, можно приехать, чтобы принять крещение по апостольским правилам? Да, можно будет, но только заранее нужно договориться. После 7 июля или 7, если на воскресенье падает, можно. В прошлом году приезжали у нас отовсюду были. Из Краснодара, я даже не знаю, но из Краснодара действительно там Марьясов был. Даже из Франции были, из Германии до этого приезжали. Каждый год у нас проходит крещение в озере. Ольга Василевская, если можно, помогите. У меня сын Герман, 6 лет, с ним случился приступ сегодня. Бил иконы, в школе детей, на улице бил меня, потом сбросил шампкой под мокрым снегом, греб снег. Домой идти отказывается, заборозил голову руки. Скоро я вызвала, он бил палкой во врачей, обзывался. Как ему помочь? На мальчах святителя Луки тоже вел себя агрессивно. Как помочь ему? Душа болит. Ведь он такой чудесный был малыш. Помогите молитве, да помогай вам Бог. Помоги Господи. Ну тут что сказать, это заочно. Я могу только сказать, пойди к батюшке. Там батюшка есть, молитесь там. Ну и что можно сказать? Явно объяснение. Играл или не играл игры, да. Иван Безмещук пишет. Простите, как реагировать на критику друга, атеиста, который скинул ссылку, а там полно компромата на садовитов, епископов. Ну ладно, это просчитал, понятно. Как реагировать? Не делать этого, самое лучшее. А виноваты молчать надо. Саша Коптя, я общаюсь с актерами. Скажите, а просто общение с актерами это грех? Если да, то чем актрисам может меня ввести в грех? Ну конечно, они это очень легко умеют. Так сиди и дома. Актрисами, знаете. Актриса приравнивается всегда к блуднице. Если женился ты на актрисе, а она девственница даже, уже священники ставить нельзя, канон говорит. Или священник женится, а она не девица, уже священники ставить нельзя. Сегодня вообще ничего не понимает. Любая шлюха может стать матушкой. Любой самый, говорит, последний гей может стать священником. Вообще даже не придумаешь. Дмитрий Салабаш. Здравствуйте, я живу в Одессе. У нас здесь тоже своего рода община, но насколько это возможно в городе. По воскресеньям мы разбираем писание, а по четвергам после Акафиста просто интересные темы. Священник наш не похож на тот образ, который вы очертили в видео по деканонизации. Ответ не узорово. На приходе у нас человек 20-30, перешедших из партнератизма разных мастей. Так что, ежели когда-нибудь будете в Одессе, милости просим. Было бы здорово, чтобы вы попали к нам на чаевню. Страничка настоятельная идет. Мы были там, но про них не знали. Мы как раз там были, наши друзья там живут. Дальше. Николай Ратников. Спасибо Богу, как воспитать и возрастить любовь. В чем она проявляется не в час жертвы и подвига? Как ее воспитать в рутине и обыденности дней? Ведь мы даже родить не можем. И на работу она меня не может отпустить. Так и сидим у коровы в старом домике, где полиэтилен вместо зимних рам в деревне. Живя для себя фактически, мы просто любуемся природой и болеем. Как ее воспитать любовь, чтобы вытеснить страх? Здорово. Любуемся природой и болеем. Это настоящее православное. Ну еще добавить, что курим и пьем вместе. Ну и когда не ладится, материмся. Это настоящее будет супер православное. Тут отвечать даже не на что. Наталья, здравствуйте. Извините, что отвлекаю вас от ваших дел. Я в результате болезни потеряла работу. Я медик. А теперь после восстановления не могу устроиться на работу. Занимаюсь неимущими больными и выпрашиваю... Что ей нужно-то, о чем, в концов? Не видишь смысла жизни. Ну не видишь смысла, но еще на это. Христос сказал, есть путь истинной жизни. Евангелие Теяна 14,6. Вот и идите ко Христу, уверуйте. Ну давай маленечко еще страничку одну промолотим. Владимир Сухомлинов, Иисуса Христа, миром от Господа вашего Иисуса Христа. В 2008 я покаялся и принял водное крещение, обещал Богу доброй совести. Очень уважаю ваш труд на Ниве Божией и считаю, что именно такое и должно быть православие, основанное на Евангелии, во свете Библии. Что, к сожалению, больше нигде не взнаблюдало, как только в вашей общине. Да, благословит вас Господь Бог и додаст вам по своей милости последователи-птилатели в распространении благой вести и Царства Божьего на земле в душах людей. Своей стороны, в общении с православными братьями и сестрами и видя искреннее искание Бога, я с лучшими помыслами рекомендую им ваш сайт во свете Библии и вашу страничку в YouTube. Но, к сожалению, не могу пора рекомендовать ни один православный храм, где бы звучало слово Божие от чистого сердца и не было бы все замешано на бизнесе. Если такие есть приходы, прошу вас сообщить в каких адресах ранее вас Господь. Ну, пожалуйста, я говорю, а чего о священниках так говорите? Ну, такое мнение там в народе, это вы его составили, это его как перевести? Я буду говорить, батюшка хороший, а то бобер. Бобриха узнал, живет внизу по течению, взял прути, говорит, на воде и написал, выходи за меня замуж, я хороший, братья Бондарю пишут. Ну, напишите прутиком там, что вы хорошая. Анна Попова. Вот красота. Добрый день, извините, если я вас отвлекаю. Я бы хотел спросить вас насчет летнего лагеря. Как вам можно добраться? Ну, вот теперь я говорю. Пишите к лагерю детского, поговорим и видно будет. Годитесь, нет? Вот одета. Все скажешь-то. Благословений вам много бы дал Господь. Вот оно, все места, это пропускаю. Это она же пишет. Далеко, так же живете от нас. Лагерь встал, будет открыт, и если Господу угодно, то будете и живы, и живы будем. В этом 2015 году. Ну и дальше я говорю о лагере, вот что написано. Пропускаю дальше. Саша Копчаев. Отец Игнатий, я алтарничаю в храме-алтарник. То есть, если я женюсь на актрисе, это будет препятствие к алтарничеству? Брак с актрисой благооставляется церковью. Нас повенчают, если дойдет до свадьбы, знак вопроса. Нет, нет. Ну, сегодня все могут сделать. Все могут сделать. Деньги были бы. Все. На любой ведьме повенчают. Ну и все. Теперь еще раз показать, что у нас тут было. Вот только что новый ролик. Вчера приходила новая женщина сюда. Я хотел завтра поставить, но сегодня поставлю. Остальные нельзя. Один зашел сегодня. Три места на три ролика, и везде матершина пятиэтажная на меня. Вот. Мы шалаш строим. Это он матюгами шалаш. Вот. За ягодами пошли, он на той матюгами. Ну еще. Я знаю, это прихожане часто исповедуется, причащается. Лопается о злости. Это воспитанные плоды поповские. Ну, а что тут говорить? Вот наш, как этот выглядит форум. Вот он наш форум. Вот здесь вот искать, где нужно. Это лишнее. А вот. Ну да. Вот оно, новое сообщение. Это первая страница выйдет. А тут можно общий поиск, зарядить, искать. 1500 разных тем. Это очень и очень большой материал. Ну, я уже показал где. Ну, главное, это сайт. С сайта. Всего во славу Божию. Благодарю, братья. До следующего дня.